Всем доброе-доброе утро! Сегодня 7 марта 2023 года и мы абсолютно со всеми нашими собачками гуляем и передаем вам всем привет с пожеланиями доброго дня и прекрасного настроения. А у нас сегодня в Крыму достаточно тепло, немножечко пасмурно, но солнышко выходит. И на градуснике, здесь я вам покажу, ну так на полусолнышке 15 градусов, но обещают дождь, ливни, пришло уведомление, что будут ливни. Поэтому мы скорее гулять, пока успеть застать хорошую погоду и передать вам приветики, рассказать новости нашего питомника, кому интересно. Так что оставайтесь с нами, погуляем, поболтаем. Так, ну что, здесь в нашем дамском вольере сидит Феодосия, у нее течка. С нами гуляют все мамочки, абсолютно все, и взрослые, и подростки. Вот так, вот так, вот так. Артюша, ты что там недовольная? Петруша, Акса Берсен. Так, с нами гуляют баженны мальчишки. Вот это мама бажена и два лиловых мальчишки Эрмитаж и Одиссей, которым 4 месяца, и они уже переехали со взрослыми. Живут теперь во взрослом вольере. Уже взрослые мальчики. Посмотрите, какие они маленькие. Они небольшие, по 4 месяца уже, даже, можно сказать, четвертый. Ой, пятый пошел, но еще не с половиной, но и неделя, скажем. Вот, и они такие достаточно маленькие. Совершенно будут некрупные. Ну, давайте поговорим, погуляем. Значит, ну, начнем с новостей. Новостей, как всегда, много. Значит, сегодня утром к нам из Бахчисарая приезжала невеста к Филечке. Хочу напомнить, что Филипп это наш самый старший кобель. Ему 8,5 лет. И он еще активно вяжется. И уже не первый раз эта невеста к нам едет на вязку. И выбирает только Филиппа. Получаются у нас очень хорошие детки. Да, кстати, с нами гуляет Купидоновна Айва. Мы ее называем Айва, Эйва. Вот как-то так пришло, знаете. Вот вроде бы мы ее назвали Айва, а теперь Айва. Вот, с нами гуляет Нептуха. Смотрите, какой красивый Нептуха. Я вчера не выдержала, мне некогда поехать к Грумеру. А я вчера взяла и просто обрезала ему хвостик. И он теперь тоже с шапочкой. У меня эти бантики косички. Ну, не могу я, не мое. Поэтому все резиночку срезала. И теперь у нас и Шагане. Так, пойдем. И Нептуха без бантиков. Не хочу я. Они его постоянно снимают. Тягают друг за друга за эти бантики. Так что, это следующая такая интересная новость. Сегодня к нам приедет на контрольную вязку невеста к Елисею. Значит, невеста это внучка Филиппа. Вот такая вот, да, я рассказывала, что наши кобели закрыты для посторонних вязок. Чтобы попасть к нам на вязку, к нашим кобелям-чемпионам, нужно постараться. Я не говорю, что это прям категорично. Нет, если мне понравится собака и ее владелец, и мы найдем общий язык, то, возможно, мой кобель может повязать постороннюю, да, скажем, собаку, не имеющую отношения к нашим. А так, в основном, у нас наработан круг уже наших выпускников, дочек, внучек, которые успешно вяжутся с нами. Вот, и рожают. Значит, работа идет и кипит. Дальше. Вчера у нас был огромный праздник. К сожалению, мне было некогда поснимать видео, но, конечно же, мы поздравлялись с 11-летием нашу Рошель, которая, кстати, не пошла гулять, но она захотела остаться дома. Нашей Рошельке, самой старшей Чихуахуа, исполнилось 11 лет. И, конечно же, мы желаем ей долгой и счастливой жизни, здоровой и прекрасной в нашем домашнем питомнике Костропуру. Да, это наша родоначальница, скажем так, нашего питомника. Так, ну что дальше? Жанночка. Жанночкины дети. Жанночкиным детям и Анфисыным сегодня 25 дней. Крошки, я вчера их снимала. Уже бегают, играют, пытаются. Еще сами не кушают, пока мамы их кормят. Но уже скоро будем начинать прикармливать. Пока мамы, так как мам две, они справляются. Но будем уже пробовать. Малышам Акс и Берсен сегодня 13 дней. Ну и они только начинают открывать глазки. Вчера я не выдержала, поснимала вам, поделилась этой красотой. Какое-то чудо мне написало под моим видео, почему щенкам месяц они не открыли глаза. Им не месяц, им вчера было 12 дней. Я подписываю видео, не знаю, с чего вы взяли, что им месяц. Они родились 22 февраля. Аксены детки, наши самые младшенькие. А Жанночкины и Анфисыны, они родились 10 февраля. Им сегодня получается сколько? 25 дней. Если я правильно посчитала. Сегодня 7 марта. Поэтому растем, развиваемся. Да, я выставила щенков с ценами, которые открыты для резерва. Пожалуйста, кому интересно, уточняйте. Щенки у нас дорогие, дешевых собак у нас нет. Если вы хотите купить собачку подешевле, вы можете просто любоваться питомники нашими собаками. Вы можете брать информацию, которая в наших плейлистах важная, нужная. По питанию, по воспитанию. Ну, то, чем делюсь я из своего опыта питомника Чихуахуа Кастропула. Я профессиональный заводчик. Я имею образование кинологическое, опыт работы с породой Чихуахуа. Занимаюсь выставочной карьерой наших собак, племенной работой. И поэтому в таком питомнике купить задарма собачку не получится. Я таких людей называю халявщиками. Как бы это не очень приятно для некоторых звучало, но мне постоянно пишут, что сейчас таких зарплат нет, что сейчас год надо копить, а так хочется. Так вот, я буду повторять снова и снова. Если вы хотите купить качественную собаку, качественное что-либо, никогда дешевым не бывает. Бесплатный сыр в мышеловке. Собака с браком или без документов? Без документов собак у нас нет. С браком бывает, но от этого цена не превращается в 10 тысяч. Она может быть чуть-чуть ниже, потому что собаки в любом случае нашего питомника все продаются для любви, для обожания, не для разведения, не для выставок до достижения ими возраста, когда уже сменятся зубы, остановится рост щенка. Потому что самый идеальный щенок с идеальным прикусом, идеальным размером в возрасте 3,5 месяцев не может предлагаться для выставок и разведения со стопроцентной гарантией. Он может быть просто перспективным. Но, да, бывают линии, по которым мы предполагаем, что здесь должно быть все прекрасно. Но это жизнь, и все зависит от содержания собаки, воспитания. Потому что, я еще раз буду повторять, что все наши собаки, выпускники нашего питомника, социализированы по возрасту, имеют здоровую, нормальную психику. Но когда собака переезжает в новый дом, мои дорогие, любимые друзья, уже имеющие наших выпускников, не забывайте, что на том дне не заканчивается воспитание собаки, когда она переезжает в ваш дом. И не нужно рассчитывать, что все пойдет само собой. Продолжаем собаку социализировать, гулять с ней активно. Если вы так хотите, да, иметь социализированную собаку, как любое живое существо, вышедшее первый раз на улицу, собака может испугаться других собак, кошечек, там, я не знаю, машин. Потому что, ну, я со своими всеми щенками не езжу каждый день на машине, не социализирую их на поводке в парке, там, да, не гуляю. То есть у меня социализация идет в плане вот такого общения, как вы сейчас видите. Вот. Есть щенки, которые по какой-то причине выросли до старшего возраста. Прямо у меня в доме, да, я при них там пылесошу, допустим, и могу пользоваться феном, но чаще всего у нас щенки, ну, не нуждаются там в ежедневном купании, сушке феном, поэтому ко всему нужно приучать. И к фену, и к пылесосу. Об этом тоже не забывайте. И чем больше вы будете с собакой гулять, социализироваться, общаться с другими животными в пределах разумного. То есть, если вы видите, что вам навстречу идет кан и корс, не нужно кидаться со своим щенком и пытаться с ним общаться. То есть, когда вы начинаете со своей собакой социализироваться и гулять, вы должны найти такое общение, чтобы оно было безопасным. Да, бывают такие владельцы, которые говорят, не бойтесь, моя собака не укусит. Не обязательно чихуахуа кусать. Чихуахуа крупная собака достаточно поцарапать сверху по голове лапой хорошенечко, чтобы ее, скажем так, покалечить. Поэтому будьте внимательны. Поэтому я всегда говорю, заводите себе парочку собак. Если у вас уже есть собачка, возьмите ей в дружочке. У нас живут чихуашки с овчарками, с питбулями, с корги, с золотистыми ретвиллерами, с мастифами. Поэтому нет никаких проблем. Главная проблема всегда все-таки в воспитании животных. С кошками живут. Конечно же, когда вы идете гулять с щенком, который прошел карантин, и у вас есть другая собака, берите ее с собой. Потому что собаки это стайные животные. Точно так же на прогулке, на улице они чувствуют себя более комфортно и более безопасно. Если собака себя начинает как-то не очень, по-вашему, хорошо вести, гавкать, это и есть процесс воспитания. Мы воспитываем собаку таким образом. Собака должна себя вести так, чтобы устраивала вас и окружающих. Чтобы вам было приятно с ней находиться в обществе. Первая прогулка не всегда может быть той, о которой вы мечтали. Собака может не захотеть идти на поводке. Кто-то там за воротами шумит. Собака может не захотеть вообще идти. Или не захотеть одевать комбинезон. Потому что к этому нужно время, чтобы приучить собаку. Ну ничего, терпение и труд все перетрут. Поэтому было бы, как говорится, желание. Потом не забывайте, что любое ваше поглаживание и хватание собаки резко на руки, ну по необходимости это понятно. Если вы хотите собаку похвалить, достаточно вашего прикосновения. Это не обязательно должен быть там корм. Поэтому, когда вы собаку при истеричном ее лае, когда она кого-то увидела, взяли на ручки и пытаетесь успокоить, тем самым вы ее поддерживаете в ее неправильном поведении и хвалите. Вам кажется, что вы ее успокаиваете, а ей кажется, что она сделала правильно, и вы ее похвалили. Еще раз отправлю всех к Антуану Наджориану. Не ленитесь, пожалуйста. Всем владельцам наших выпускников хочу повторить. Я стараюсь в нашей группе делиться этими видео, которые я посчитала, что вы обязаны посмотреть для комфортной жизни, чтобы вы понимали психологию собаки. И те ошибки, которые мы любя, можем наносить нашим любимым животным. Поэтому найдите время, пересмотрите, поймите, в чем ошибка. Ошибки у собаки быть не может. Ошибка может быть только у владельца. Потому что мы, еще раз, ну вот это слово сейчас любимое, очеловечивание. Очеловечивание не в плане любви, а очеловечивание в плане отношения ко всему вокруг, как мы, люди, относимся. Собаки относятся совсем по-своему, по-другому. Для этого нужно понимать язык жеста собаки. Собаки не разговаривают. То есть перед тем, как собака истерично залает, она должна, ну грубо говоря, испугавшись чего-то, она должна приготовиться, начать бурчать. Или вот часто слышу, собака резко укусила. Не бывает резко укусила. Не бывает у животных. Вот она шла, раз, развернулась и укусила. Нет. Перед этим собака повела себя соответствующим образом. Подняла холку. Да, то есть изучайте, пожалуйста, язык. Если вам это интересно, я считаю, это не то, что должно быть интересно, это нужно. Хотя бы просто это знать. Но потратьте немного времени. Кстати, я об этом очень много говорю в своих видео. Я понимаю, что все видео не пересмотришь, но я думаю, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Поэтому моя задача заключается в том, чтобы получать здоровых психически и физически собак чихуахуа породы на сегодняшний день. Да, вы видите, здесь бегают пудели. Они еще молодые. Они еще молодые. Это наш Нептуха с красивой прической. Вот. Но когда-то у нас будут и пудели. Но пока у нас только чихуахуа. И щенки чихуахуа предлагаются в нашем питомнике. И моя задача состоит в том, чтобы получить еще раз здоровых, красивых, психически и физически чихуахуа породных, чистокровных. Все наши собаки с документами правильно прививаются, обрабатываются от всех паразитов, которые по графику и регламенту должны проходить и по возрасту. И социализируются в стае. Сильно ориентированы на человека, друг на друга. То есть ваша задача, уже взяв с щенка в моем питомнике, под моими консультациями, если так угодно, я остаюсь всегда на связи, на всю жизнь моего выпускника, и более, если это вдруг понадобится. И всегда готова помочь из своего опыта, как-то где-то разрулить, наладить какие-то моменты. Ну, естественно, начинается держание, питание, и вязок, и выставок, и всего. Так, малыша не обижать. Зачем же вы его завалили? Да, Одиссейка. Хочу напомнить, что из вот этих малышей Одиссей, вот Лиловый бегает, вот этот веселунчик, Одиссей и Эрмитаж в продаже, это их мама стоит. И папа у нас мраморный, вот он, Роликс. Мы лечим его по вкус на щеке. Ролечка, Роль! Роль, ну посмотри на меня, моя зайка. Это папа. Космос этим малышам, Лиловым, является дедушкой, вот этот вот красавец, космос. А Филечка наш рыжий является. Жасминка, бабушка. Где наша Жасмина? Так, это еще раз мама Одиссея и Эрмитажа. Это вот мраморный папа. Многоплодный помет наш. Жасмина! Жас! Где она? Вон она бежит, которая сейчас мамочка. Это бабушка Одиссея и Эрмитажа с космосом дедушкой и Филечка прадедушка. Вот представьте себе на прогулке два мальчишки, с ним гуляет мама, папа, бабушка, дедушка и прадедушка. Вы где-нибудь такое видели? Эти дети продаются по 80 тысяч рублей. Они полностью привиты, чипированы, не имеют ни единого дефекта. Кстати, у нас в конце месяца выставка, ну, наверное, я их поведу, если они не продадутся обоих. Вот. Ну, конечно, нужно немножко подготовиться. Они еще никогда не ходили на поводке, на ринговке. Посмотрим. По своей загруженности. На выставке мы по-любому будем. Пока не знаю, кто на нее пойдет. Может, я алкогольку возьму. Но в любом случае, я хочу показывать своих выпускников, свою работу экспертам. Поэтому это Жанночка, мама прибежала. Жанночка, это дочь космоса. И внучка Филиппа тоже. И ее дети, соответственно, тоже имеют здесь родственников в нашем питомнике. Еще раз вернусь к цене за на моих щенков. Ах, как дорого. Вам одни деньги в голове. Нет, мои дорогие, у меня не одни деньги в голове. У меня в голове содержание моих собак на высшем уровне. в тепле, в уюте, в чистоте. Складывайте, чтобы содержать собак в тепле, в уюте, в чистоте, при правильном питании. Обработки, документы, выставочные и племенные оценки родителей. Кормление уже не племенных животных или тех, которые еще не доросли до этого возраста и тому подобное. Это все стоит, мои дорогие, денег. И это стоит не дешево. Это не стоит 100 рублей. Это стоит больших затрат. Мои собаки кушают правильно. Мои собаки кушают корм, роял, конин. И кушают мясо с овощами. Обязательно с костным. То есть это куриные шеи, это овощи в любое время года, независимо от зима сейчас или лета. Мясо должно храниться в холодильниках. Еще раз, у меня только для моих собак выстроено три домика, в которых есть теплые полы, свет, электричество, красивые теплые лежанки, вкусняшки, которые я покупаю своим собакам, чтобы они грызли полезные вещи, а не пластмассы и стены. Вот недавно я получила, я показывала, но я получила, ну, около где-то на 10 тысяч я купила. Нет, не помню, 12 или 15 погрызушек нашим любимым собакам. Ну и так далее. Это перечислять можно бесконечно. Допустим, вот Сабина с нами живет, Чикочка, все кушают. И туалька, которая не рожает и не используется, и от нее не продаются щенки. Все собаки, вот сейчас с марта месяца у нас начинается годовая вакцинация. То есть каждую свою собаку, вот в этой вот, которые здесь гуляют, вы видите, я должна сначала проглистовать, а потом каждую привить, да, один раз в год. Но каждую из них я обязательно должна это сделать. Затраты, ребяточки, колоссальные. Поэтому, когда я вижу объявление, что щенок продается там за 15, за 20, за 30 тысяч, учитывая, что только вакцинация выходит где-то в пятнашку, не надо мне вешать лапшу на уши, Ветеринарный паспорт, там, я не знаю. Да просто поездка к ветеринару, очередная, бензин, услуга и тому подобное стоят, ребяточки, денег. А еще они иногда болеют, а еще они иногда кисарятся и рожают не сами, дерутся. Мне их приходится отсаживать. Царица! Это обработки от блох и клещей в нашем питомнике. Наши собаки носят ошейники Фореста. Стоимость ошейника Фореста откройте в интернете, пожалуйста, и посмотрите. Я не пользуюсь каплями дешевыми, которые, в принципе, я не могу сказать, что нет ничего там, ну, не работают, типа там тролливали, работают, есть такие, но они вонючие, они ядовитые, куака, они токсичные, поэтому при таком количестве собак, у нас собак много, я не могу всех обработать каплями, иначе мы здесь все угорим от этого запаха. Потому что часть собак спят с нами в кроватях, живут в нашей комнате, ну и вообще, неважно, у каждого свой период, у кого-то отечка, кто-то беременный, да, ну, сегодняшний день нет беременных собак, но это периодически происходит, это кормящий. Кто обижает петрушу? Все воспитывают петрушу. Петруша исполнилась 7 месяцев, 4 марта, красавчик, чувствует себя прекрасно, ищет свою прекрасную семью, и обязательно найдет. Я уверена, в каждой своей собаке любой выпускник нашего питомника найдет свою семью. За это не переживайте. Не хочу больше говорить о зоошизах, которые говорят, вот вы плодите, они потом бегают, но об этом мы много раз, да, по улицам много раз говорили. Такие собаки, которые получаются в нашем питомнике, ну, слава богу, конечно, но по улицам не бегают. Украсть могут, да, случаи были, я рассказывала. Вот, как-то так. Ну что, гуляем, веселимся, пусть еще немножечко погуляют, а, наверное, следующее видео, потому что я смотрю, что у нас уже больше 20 минут получилось это прогулочное видео. Всем приветик еще раз. Не теряйте меня, если вдруг я не сняла видео, то это не говорит о том, что у меня что-то произошло. Ребяточки, я очень сильно загруженный человек. Учитывая количество моих собак, моя жизнь посвящена им, но у меня еще есть семья, вот, и, конечно же, и школа у ребенка, и, да, мой сын взрослый, у него было 3 марта день рождения, его исполнилось 23 года, дочке 16. Ну, все, кто смотрит мой канал, знают, что доченька у меня не ходит, и, да, она ребенок-инвалид, и мы с ней живем, учимся на дому. Вот, я ее часто показываю на своих видео, скрывать здесь нечего, да, вот, вот, что есть, что Бог дал, то так и живем, и радуемся, как бы это ни звучало, кому-то странным. Ну, конечно же, я хочу еще раз пожелать вам всем доброго дня и прекрасного настроения, следующее видео я сниму уже из яселек. Юля, что ты творишь? Вот этот, Юля доминирует, видите, залезла на жасмину и показывает, что она вот такая вот. Так, ну, вроде бы рассказала новости нашего питомника, но уже из, ну, давайте, я думала включиться уже из яселек, давайте здесь продолжу, еще раз, что Алясонька и Хонда нашли своих владельцев, это малыши, которые в яслях, ну, давайте уже оттуда и попередаем приветики, конечно же, владельцам наших выпускников. И Валентия нашла себе мамочку в Санкт-Петербурге, в общем, давайте уже зайду, оттуда попередаю приветики и покажу, кто у нас продается. Еще раз, из этих всех собак, которые здесь гуляют, это два лиловых мальчишки, вот он, кстати, я его обожаю. Это Одиссей, рядом Артюша лежит, Одиссейка, Одиссей продается, этот лиловый малыш, меньше среднего, шикарный мальчишка, ну, одно удовольствие смотреть, конечно, свое произведение, спасибо Господу Богу за то, что он нас радует такими прекрасными детьми. Мне часто пишут, как у вас такие получаются? Одиссеюшка, характер какой, а красивый, алевый, мой, вот мальчишка идеал, вот второй подбежал, совершенно другой, это Эрмитаж, и они очень похожи на космоса. Эрми, лоскучий, вот эти два мальчишки продаются, и Петруня, Петруня, это Елисейка, Петруша, слушайте, ну вот начинается дождь, представляете, сейчас мы немножечко еще погуляем с вами ливень застанем, вот уже начинает капать, тогда я завожу собак и продолжу уже в ясельках. Всем пока, обнимаю, целую, до новых видео, до новых встреч, всем, кому интересно следить за жизнью наших маленьких собачек, оставайтесь с нами, я знаю, что меня очень много смотрит людей в разных странах, и в Америке, и в Европе, со всей огромной России, и Украина смотрит, и страны СНГ, всем большой привет, спасибо за добрые слова, и за пожелания, которые вы пишете под моими видео, нас уже почти 34 тысячи подписчиков, есть очень много людей, которые я знаю, смотрят близких моих людей, близкие мои родственники, меня смотрят, соседи, очень многие смотрят, всем привет, если вам интересно, оставайтесь с нами, следить за жизнью маленьких собачек, как они живут в нашем домашнем питомнике Костропула, всем пока, до новых видео, до новых встреч, и желаю любви, добра, и пошел дождь, крымского дождика вам в ленту, все, всем пока, смотрите, видите, все, 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 вот и солнышко спряталось, люблю вас, обнимаю.